Всем привет! Меня зовут Кузнецов Дмитрий, я работаю в Яндексе в службе нагрузочного тестирования и собственно разрабатываю инструменты для этого нагрузочного тестирования. Об этом с вами и поговорим. Кто-нибудь уже слышал про наш Яндекс Танк? Много людей. Кто-нибудь смотрел, может быть уже какие-то наши доклады или присутствовал даже. Прекрасно. Для тех, кто не знает, расскажу немножко про Яндекс Танк. Яндекс Танк это инструмент для нагрузочного тестирования, он написан на Python. Сам по себе он генератором нагрузки не является, но предоставляет удобную обертку над любой, собственно, над любым генератором нагрузки. Можно даже свой написать. Из коробки у него поставляется генератор нагрузки на C, на C++, фантом под названием фантом. Вот. Собственно, про теорию нагрузочного тестирования, которую можно посмотреть в интернетах, на ютубчиках, говорить много не буду, потому что времени не очень много. Сразу покажу на примерах ту методику, которая у нас выработалась в Яндексе для тестирования сервисов. На самом деле доклад называется тестирование сервиса на Python. Не обязательно на Python, любого другого сервиса. Собственно, конфиг простейший для обстрела любой мишени. Собственно, танк стреляет в мишень. Можно представить вот таким вот образом. Фантом это как раз тот самый генератор нагрузки. Конфиг и нишный. Вот и в секцию фантома мы пишем опции. Адрес это адрес мишени прямо с портом. Фантому нужно отдельно говорить о том, что нужно стрелять с использованием SSL. Дальше идет схема нагрузки. Схема нагрузки можно вообще какую угодно выбрать. Есть три вида, которые представляются из коробки. Это постоянная, как здесь вот видно, да, постоянная нагрузка 10 рпс в течение 10 минут. Линейная от какого-то до какого-то значения тоже в течение какого-нибудь времени. И ступенчатая. Это на самом деле просто набор константных участков. Просто такой удобный инструмент, чтобы не указывать несколько константов и еще высчитывать, какие там должны быть рпс. Urise. Urise это те самые ручки или урлы, которые будете обстреливать на вашем сервисе. Их можно указывать несколько через слэш-н, слэш-т. И тогда фантом будет последовательно подавать нагрузку на каждый из них в соответствии со схемой нагрузки. Танк во время стрельбы, прямо в консольный вывод, выводит вот такую вот информацию. Там достаточно много информации, очень удобно. Но вот по завершении он складывает всю информацию в файлик. И чтобы ее оттуда выцепить, нужно этот файлик как-то распарсить, придумать, как в каком случае. И до недавнего времени у танка даже был плагин, который мог показывать какие-то графики, там еще чего-то. Но потом мы придумали способ лучше. И так как у нас внутри уже выработалось, опять же, это понимание того, в какой ситуации, на какие данные, в каком представлении лучше и удобнее смотреть. И плюс ко всему у нас, естественно, есть внутри такой инструмент, который позволяет отображать красиво данные, анализировать их. Мы наружу выпустили урезанную его версию. Пока она в бета-тестировании в открытом. Если у кого-нибудь есть ноутбуки, сейчас можете заходить. Сервис бесплатный, без смс-ок. Можно залогиниться просто через гид или через Яндексовую авторизацию. Еще у нас есть чатик в Гиттере. Опять же, можете прямо сейчас заходить, там сидят ребята. Можете задавать вопросы по докладу и по нагрузочному тестированию вообще, про Яндекс.Танк и еще про что-нибудь. Вот. Чтобы в этот наш сервис можно было заливать данные с ваших танков, если вы уже себе подняли танки, нужно этот плагин подключить для оверлода. Сервис называется оверлод, собственно, плагин тоже называется оверлод. Собственно, видим тот же самый конфиг, который был раньше, плюс четыре строчки. В секции танк нужно добавить, подключить, собственно, плагин, а в секции этого плагина прописать токен-файл. Токен-файл – это путь к файлу, в котором будет лежать ваш токен, который можно получить вот таким вот образом из, ну, в самом сервисе, там, справа вверху, тыкайте на свой портрет или на свой аватар и получаете токен. Я буду показывать графики из некоторых стрельб, и все стрельбы, которые будут показаны, они вот собраны под вот этим вот урлом. Если кто-нибудь зашел. Кто-нибудь зашел в оверлод? Окей. Так. На каждую стрельбу, на каждом слайде будет там ссылочка на отдельную стрельбу, если кому интересно, заходите, смотрите. На самом деле будет просто удобнее и понятнее смотреть, чем на презентации. Так. С чего вообще начать обстрел, ну, или тестирование, нагруженность на тестирование нашей системы? Первым делом нужно понять, какой предел производительности нашей системы в данной конфигурации, в текущей конфигурации. Для этого будем подавать нагрузку линейно возрастающим количеством не запросов, а потоков, инстансов. Инстансы это… А, ну, инстансы берут запросы из очереди и не отправляют следующий запрос до тех пор, пока не получат ответ на предыдущий. Что мы таким образом можем получить? По идее, если система достаточно, ну, достаточно хорошо распараллелена, то при росте количества инстансов будет увеличиться количество ответов от системы. То есть чем больше людей начинают запрашивать запросы, тем больше запросов и тем больше ответов. И по идее, в какой-то момент рост числа ответов должен прекратиться. Вот мы взяли простенькое приложение на питоне, собственно, на торнадо, с использованием торнадо, и запустили в него стрельбу с такой схемой нагрузки. Не буду подробно рассказывать, что здесь и как, тут добавилось несколько опций, не очень важно. Вот, если кто-нибудь смотрит, в оверлоде на первой странице четыре графика, чтобы удобнее было понять, про какой я буду говорить, вот такой слайд. Собственно, вот этот график называется он Response Times Distribution. Time Distribution. Вот. Здесь розовая линия — это схема нагрузки, количество инстансов. Не очень видно на красном фоне, но тем не менее. А вот закрашенная область отображает как раз количество ответов. И чем выше она, тем, собственно, лучше. То есть, тем больше ответов получили мы от системы. Здесь мы видим, что даже уже при первом… на одном инстансе мы получили четыре ответа, и больше ответов не растут. То есть, получается, что больше одного инстанса наша система, да, она не выдерживает. Что же может быть? Мы заходим на вкладку мониторинга. И находим там вот такой график с CPU. Серенькое — это idle. И там где-то внизу какие-то метрики отображены. Чтобы было удобнее, убрали idle, посмотрели. Смотрим. Желтенькое — это user. Смотрим где-то около 3%. Вспоминаем, что у нас 32 ядра. 3% примерно, значит, наверное, одно ядро как раз в полке. Запускаем стрельбу со сбором статистики по ядерно. Смотрим. Находим действительно на 12 ядре user в полке, а вот все остальные ядра холодные. Ну, допиливаем приложение, увеличиваем количество инстансов, воркеров вернее, и запускаем. Подразумевая, что у нас 32 ядра, ожидаем увидеть предел производительности где-то примерно в этом районе. И чтобы увидеть, как будет система себя вести дальше, ну, доведем до 40, допустим. Собственно, вот так. Опять тот же самый график, который первый был. Видим, что действительно с ростом числа инстансов, число ответов растет, и в какой-то момент останавливается. Это примерно происходит на 55 ответах в секунду. Вот так вот выглядит график процессора в данном случае. И видим, что на 33 инстансах действительно процессор уходит в полку. Вообще, это, конечно, приложение такое, оно относительно идеальное, таких, наверное, не бывает. И в реальной жизни иногда очень полезно посмотреть, как же все-таки у нас система разваливается, где у нас bottleneck. Для этого нагрузку нужно подавать другим способом. То есть не инстансами, а уже жестко заданным расписанием запросов, линейно-взрастающей нагрузкой. И причем обязательно нужно подать ее выше, чем тот предел, который мы нашли, 55 рпс. Вот здесь. Собственно, вот такой график. На этом графике немножко все иначе. Коричневая линия – это нагрузка. Коричневая она и не розовая, потому что, собственно, другой вид нагрузки. А закрашенная область – это время ответа. Чем она выше, тем хуже. Чем краснее, тем еще хуже. Видим, что вот на 55 рпс вот это вот время ответа начало подрастать потихоньку-полегоньку и уже никогда лучше не становилось. То есть некоторая точка невозврата. По графику мониторинга видим, что действительно на 55 рпс мы достигаем того же самого предела, упираемся в процесс. Иногда еще бывает интересно посмотреть, как себя система ведет после того, как ей подали пиковую нагрузку. Например, она развалилась, и хочется понять, как она себя… Ну, восстановится она вообще после такого шока или нет. Грубо говоря, подаем нагрузку комфортную 10, потом поднимаем, задираем так, чтобы она точно свалилась, и потом отпускаем нагрузку. График выглядит будет следующим образом. Видим, что нагрузка поднялась, а график с временами ответов почему-то смещен. Кто знает, почему он смещен? На самом деле просто потому, что запросы были заданы в то время, как раз когда нагрузка… когда вот этот график нагрузки коричневой поднялся, а пришли они позже, и, собственно, поэтому он немножко смещен. Так, также полезно посмотреть, как система работает в длительном режиме под нагрузкой. Это можно использовать для того, чтобы, например, расследить какие-то утечки памяти, или, может быть, найти какие-нибудь периодические процессы, которые происходят. Вот здесь видно, что есть какие-то пики. Пики могут быть связаны, например, с записью на диск периодическим, там, флешем на диск каким-нибудь, или, может быть, по сети кто-нибудь приходит, что они скачивают, или наоборот. Вот. Ни в коем случае нельзя забывать про то, что пики важны, потому что если вы не узнаете причину своих пиков, они могут потом стать только хуже. Еще один классный момент в плане Яндекс.Танка – это то, что собирать можно практически любые метрики смешения. Например, кто-нибудь когда-нибудь задумался, за какое время может отрабатывать питаниячий гарбич-коллектор. Вот мы, собственно, взяли, собрали ручку, которая будет отдавать нам статистику по гарбич-коллектору, собрали ее с помощью мониторинга Яндекс.Танка, вот получился такой график. Видели, что в вики даже 14 миллисекунд отрабатывал гарбич-коллектор. Тоже может быть очень полезной метрикой, собственно, для питаниячих прикладов. Для доклада как раз вот это приложение, которое мы сейчас обстреливали, ну, вернее, показывали, как мы обстреливали, сделали на гитхабе такой мишень для танка, и там же как раз код вот этой вот ручки, которая собирает статистику по гарбич-коллектору и так далее. Буквально вчера создали этот репозиторий. Заходите, коммите что-нибудь. Но вообще все это действительно про одно такое относительно абстрактное приложение. Иногда бывает нужно запросы подавать согласно какому-то сценарию. То есть у нас может получиться так, что запросы на какие-то ручки зависят от ответов на другие. Например, у нас есть API, который используется для получения данных для графиков мониторинга, как раз которые вот в оверлоде у нас используются. Для того, чтобы получить данные для графиков, нам нужно понять, какие в стрельбе, в джобе использовались мишени, мониторились мишени, какие из этих мишеней собирались метрики вторым запросом, и третьим запросом для каждой метрики собрать, ну или для набора метрик собрать, забрать и запить данные. Вообще, у Яндекс.Танка есть плагин для G-метр. Кто-нибудь слышал про G-метр? Вот, ну G-метр, он достаточно такой, ну не очень поворотливый, не очень дружелюбный для пользователей, скажем так. Ну и вообще он на Java, поэтому не очень нам в данном контексте интересен. На питоне для обстрела такого сценария мы бы, наверное, написали что-то примерно такое. Ну и вообще для запросов этих данных. Вот мы здесь выбираем, получаем данные по мишеням, потом для каждой мишени ее метрики и для каждой метрики ее данные. Вот, наверное, мы бы потом добавили какое-нибудь простейшее логирование, чтобы посмотреть, за сколько же все это все отработало. Может быть, даже сделали контекст-менеджер для того, чтобы все это обмерять. Или даже сделали бы из этого метод, может быть, даже с параметризацией какой-нибудь. Или даже поддельный класс бы это все вынесли. Вот, наверное, было бы здорово, если бы у Яндекс.Танка был такой инструмент, который бы все позволял это еще и запускать в больших количествах, собирать статистику и удобно отображать. На самом деле для этих целей у Яндекс.Танка есть большая пушка, в простонародье BFG. И наш код тут превращается в такой модуль, которым мы, собственно, и будем обстреливать какой-то сервис или что-нибудь с помощью BFG. Код выглядит немножко компактнее, но тут просто добавилось, обратите внимание, много контекст-менеджеров. Они могут быть вложенными, они могут мерить какой угодно код. Плюс они параметризованы. В каждой из них передается строка с названием. Это, грубо говоря, тег, по которому оверлод будет потом группировать ответы и показывать статистику отдельно по каждому из этих контекстов. То есть отдельно по каждому куску кода, который вы мониторите. Как подключить BFG? Вообще у нас довольно обширная документация на риде ДДОКС. И очень понятно написано про BFG. Просто буквально за пару минут можно разобраться, подключить и тут же пострелять. Собственно, подключить нужно плагин BFG. Но, чтобы подключить какую-то одну пушку, нужно сначала выключить другую, вынуть из танка. Собственно, первой строкой мы выключаем фантом. Обязательно это нужно сделать, иначе он может аффектить сам танк. Включаем BFG. Дальше про оверлод это все то же самое, что было. А вот дальше мы должны настроить сам плагин BFG. Здесь инстансы — это питанящие процессы, которые будут запускаться, и в них будет работать запуск модуля, модуля нашего, вашего. GunType. GunType на самом деле опция такая урдиментарная, потому что кроме Ultimate Gun'а там больше ничего нет. Вот. Но если вы, например, захотите сделать свою пушку, то можно отнаследоваться от Ultimate Gun'а и, собственно, использовать ее. AmaFile. AmaFile — это файл с последовательностью запроса тех методов, которые у вас прописаны в модуле. То есть в модуле есть класс loadTest. Кстати, обязательно нужно, чтобы он назывался loadTest, потому что так написано в коде. Вот, да. А вот этих вот сценариев кейсов, кейс один там, да, их можно сколько угодно, кейс-два, кейс-три, у нас есть сценарии, которые на полторы тысячи срок, и люди замечательно этим пользуются. Я не уверен, что они как-то их потом допиливают, но, наверное. Так вот. Этот AmaFile пока обязателен, даже если вы никаких параметров не передаете в свои методы, есть задача для того, чтобы ее выпилить, вот эту обязательность этого AmaFile. Если кто-нибудь из вас поможет, присылайте pullRequest, будем очень рады. А схема нагрузки здесь задается точно так же, как для Python, по тому же принципу, то есть постоянная, линейная или ступенчатая, в любых конфигурациях, естественно, и так далее. UltimateGun — это опция, которая отвечает за то, какой модуль, секция для пушки. В нее нужно передать путь к модулю, BFG добавит его в path, а потом по имени модуля будет его импортировать. Вот. Собственно, я пострелял вот этим сценарием, который у меня был в коде, на слайде нарисован, и получил, если кто-нибудь зашел, это нужно перейти в таблицы, по вот этой вот ссылке, в раздел таблиц, и там будет кумулятивный квантилик по каждому из вот этих вот тегов, которые мы задали в коде. Можно, конечно же, по каждому из них смотреть, там можно переключаться на графики, на разные и так далее. Вот. Давайте вспомним, значит, собственно, Яндекс.Танк. Он хорош тем, что он очень гибкий, и на питоне, опять же, его можно использовать с любыми пушками, самому дописывать, допиливать модули, какие угодно и так далее. Оверлод. Собственно, на самом деле, сегодня, наверное, ну, наверное, будем считать, что первое упоминание в публичной сфере про оверлод. И BFG. BFG, на самом деле, довольно старый, но сейчас он стал лучше, работает, и он полностью весь true Python. вот мои контакты, но на самом деле, я бы хотел еще показать, наверное, во время секции вопросов и ответов, давайте попробуем посмотреть на самом верлод. Вот у нас верлод. Я зашел. Вот мои тесты. Сейчас Алексей, собственно, автор BFG, танка и всего остального, запустил стрельбу. Допустил, да? Вот, появилась она в верхней части. Желтенькая, потому что она еще идет, еще не завершена. Тыркнем на график, попадем прямо туда. Вот. Графики у нас тут используются хатчартс, поэтому они достаточно симпатичные. Собственно, почему у нас выбраны вот эти четыре графика на главное? Потому что, посмотрев на времена ответов, на количество ответов и на то, какие они HTTP коды и NET коды, в общем-то, можно уже сразу примерно понять, насколько стрельба успешна, неуспешна, и либо остановить, либо продолжать стрелять. Вот. Так вот выглядит у нас мониторинг. Ну, собственно, давайте пока стрельба идет там на заднем плане. Вопросы? Почувствуем себя в зоне боевых действий. Так, коллеги, вопросы? Про стрельбу из танка. Ага, вон там вот, слева. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас нигде там нет упоминаний про авторизацию? Я правильно понял, что только открытый IP можно тестировать? Нет, на самом деле стреляем и с авторизацией. Я на самом деле не настоящий танкист, но если дело в том, что в Яндекс. конфиг можно прописать файл с патронами. В этом файле с патронами можно указать запросы в том виде, в котором они вообще будут передаваться. То есть с хедерами, с телом, с куками, со всеми делами. Это все очень подробно описано в документации на Rededox. Rededox не все любят, он не очень, наверное, удобный, но зато модный. Я чуть дополню. В случае, если мы стреляем фантомом, нам нужно заранее сгенерить ленту с патронами и тогда мы до стрельб ходим в сервис, получаем куки, можем там сходить в какой-нибудь тестовый сервис с куками и получить оттуда куки, которые будут долго жить. Соответственно, патроны для танка уже генерием с куками и стреляем с куками. А в случае с рельс БФГ можно там init-код какой-нибудь сделать, который будет ходить авторизовываться, а потом уже стрелять с авторизацией. Вот так. Еще вопросы, коллеги? Видимо, все понятно. Или страшно из-под танка вопрос задать. Что у нас там на графиках? Графики показывают. стрельба идет, пока в предел не уперлись, растет количество ответов на правом графике. вопрос задать. Спасибо за субтитры,